Если вы думаете, что бесконечные российские мурзилки, политические обозреватели и а-ля эксперты, сидящие в украинском инфополе, сидят исключительно для русификации Украины, оно, конечно, так и есть, но это далеко не весь их функционал. Но украинцам они не интересны, по большей части смешны, нелепы и всё. А вот для кого они там сидят? Я думаю, что сидят они для вас, люди из бывшего совка, которые ещё остались в Грузии, в Беларуси, в странах Балтии даже, которые выехали за рубеж и сегодня есть в Европе, в Америке, в каких угодно странах, и которым интересно, что происходит в Украине. Я не просто так сделала этот вывод, он напрашивается, исходя из того, что это русскоязычный контент, и исходя из того, что я вижу сегодня в Фейсбуке и что получаю в свою личку взгляд на Украину, который не имеет никакого отношения к Украине. Ну вот просто от слова совсем. Вот никак. Причём пишут мне люди, которые мне ещё вчера казались достаточно серьёзными аналитиками в плане происходящих событий. А всё потому, что глотают они украинский контент с определённых каналов, где выступают всё те же российские а-ля эксперты. Бесконечные Гудковы, Латынины, Швецы, я не знаю, Белковские, ну их тьма, Яковенки и прочее, прочее, прочее. Все они ненавидят сегодняшнюю действующую власть в Украине, все они якобы являются экспертами по войне, непонятно с какого хрена и почему они это делают в украинском эфире. И именно их вы хаваете именно по тому, что они говорят. Вы судите о процессах, которые будут. Я сегодня покажу кусочек соловья. Казалось бы, но куда уже более зашкварная фигура. Валерий Соловей с Юлией Латыниной всегда вызывал у нормального человека смех. Типичный ФСБшник. Что там далеко ходить? Я больше того скажу, если вы заглянете в Википедию, вы увидите, что он принял оккупацию Крыма, поддерживал его, считает Крым, считал в тот момент, возможно, сейчас он говорит другое, считает Крым российским, а войну на Донбассе гражданской. Так вот, этот Соловей, буквально вчера мне приходит напоминалка о том, что вышло только что видео, такой звоночек, а я подписана на много украинских каналов, даже которые считаю зашкварными, потому что они имеют большую аудиторию для анализа. Так вот, канал украинский, 3,5 миллиона подписчиков, фабрика новин, мне вчера выдает витос Юлия Латынина вместе с Валерием Соловьем. На канале у Юлии Латынина это видео вышло в момент теракта в Крокус-Сити и белгородских событий, но фабрика новин почему-то решила, что ни украинские, ни вы еще, кто не смотрит просто Юлию Латынину, а смотрит украинские каналы и считает, что такие, как фабрика новин и канал прямой на сегодняшний день вещают истину, решили, что вам это тоже нужно посмотреть. Валерий Соловей, который рассказывал нам о том, что Путин умер и находится в холодильнике и с тем прошелся по всем украинским каналам, я вот буквально подборочку посмотрите. Канал прямой. У Питера Залмаева, который очень любит хороших русских, Соловей, Гордон, Быков. Счетчикаты ве третьего року вейны. Колы усе закинчатся. Ключевые прогнозы. Прогнозы от двух россиянцев сомнительного, а вернее для меня точно не сомнительного происхождения и от пророссийского украинского журналиста, медильщика, который еще недавно говорил о том, что Путин сильный, а Зеленский слабый и брал в украинские эфиры всех, кого не попадя, включая сепаров из Донецка. Украина не то, что терпит поражение, но она прогибается на фронтах, это понятно. Россия сейчас находится в преимущественной позиции, у нее больше сил, у нее больше боеприпасов, у нее больше вооружений. Украине надо как-то отвечать. Она пытается отвечать таким образом. Мои корреспонденты из Белгорода пишут о том, что огонь ведется по ним кассетными боеприпасами и ведется по гражданским объектам. Корреспонденты, оказывается, у Соловья есть не только возле морозильника, где хранится тело Путина, но еще и в Белгородской области, где, конечно же, стреляют по жилым кварталам. В общем, все российские ИПСО, которые похавались вами и кем-то еще на украинском канале «Фабрика новин». Тоже сплошные ИПСО. И заметьте, это в первых пяти минут видео с Юлией Латыниной, который выходит на украинском канале. Ни одно достижение Украины, ни на море, ни Белгородская операция, естественно, никак не могут повлиять на ход войны. И, безусловно, у Украины так мало вооружения, а у России так много. Мы все это слышали еще про Киев за три дня. Именно такую же мотивацию, что Украина вот-вот проиграет, а Россия вот-вот выиграет. Что, безусловно, если будет Харьковская операция. В общем, друзья, зачем это обсуждать? Я говорю это для того, чтобы вы поменьше хавали лайно. Я еще буду показывать вот такие прикольные штучки, которые существуют в украинском и в мировом инфопространстве. А вы берегите свои мозги, анализируйте внимательно события. У вас всегда есть каналы Государственного управления розвитки Украины, СБУ. И, в принципе, прекрасный украиноязычный реальный Ютуб. Ковыряйтесь, смотрите, думайте. Всем пока.